В проекте бюджета Беларуси на 2021 год предусматривается курс рубля менее 2,5 за доллар, среднегодовая цена на нефть 40 долларов за баррель. Рост ВВП Беларуси планируется на 3,5%. Прогнозные документы рассмотрели в правительстве. Главное требование – сбалансированность, обслуживание госдолга и обеспечение всех социальных расходов. Как заявил премьер-министр Роман Головченко, бюджеты будущего года формируются в непростых условиях ограниченных ресурсов. Прямые потери доходов от налогового маневра России Савнин оценивает в 350 миллионов рублей. Для космической отрасли страны сегодня знаменательная дата. 8 лет назад, 22 июля, на Байконуре запущен белорусский космический аппарат. Информацию со спутника используют в нашей стране 11 министерств и более 20 организаций. Контроль за сельхозпроизводством, природными ресурсами, мониторинг чрезвычайных ситуаций и обновление топографических и навигационных карт, микросхемы для БК и оптика отечественного производства. К слову, сегодня в космосе летает 8 спутников, оснащенных белорусской оптикой. Белорусские гиганты активно развивают промышленный туризм. Так, за время проведения промышленных экскурсий Минский тракторный завод посетили более 12 тысяч туристов из почти 70 стран. Белорусы и иностранцы могут увидеть, как собирается трактор от начала до конца и покататься на нем. Пока МТЗ временно приостановил прием туристических групп. Но спрос уже есть. Экскурсии намерены возобновить в августе или сентябре.